На окраине Солнечной системы посреди космической бездны прячется маленький мир, скованный ядовитыми ледниками. Над его изрезанным горизонтом неподвижно висит гигантская тень, закрывая собою звезды. А по черному небу медленно ползет тусклое солнце. Его лучи не в силах рассеять сумрак, что веками окутывает замерзшую равнину. Рассеченную множеством бездонных трещин. Таков Плутон. Безжизненное царство камней льда, укрытое вечной тенью. Давайте же познакомимся с ним поближе. Плутон расположен примерно в 40 астрономических единицах от Солнца и является темным и трудноразличимым объектом. Это далекое небесное тело движется вокруг центра Солнечной системы по существенно вытянутой орбите, совершая полный оборот за 248 земных лет. Благодаря многочисленным вычислениям нам известно, что радиус Плутона составляет 1188 километров. А значит, он заметно уступает в размерах не только всем планетам Солнечной системы, но и некоторым их спутникам, включая Луну. При этом наблюдения за собственным движением небесного тела позволили с высокой точностью вычислить его массу. Она оказалась невелика. Всего 1,3 на 10 в 22 степени килограммов или 18% от Лунной. Нетрудно заметить, что по своим характеристикам Плутон в гораздо большей степени похож на такие малые небесные тела, как Эрида, Церера или Седна. Именно по этой причине в 2006 году он возглавил список карликовых планет. Протяженная и вытянутая траектория движения Плутона служит причиной его долгого орбитального цикла. Лишь в 1989 году планетоид впервые с момента открытия прошел перигелий своей орбиты, приблизившись к Солнцу на расстоянии в 29,7 астрономической единицы. С тех пор эта дистанция постоянно увеличивается и достигнет наибольшего значения в 2113 году. К этому времени карликовая планета будет находиться возле Офелия, расположенного в 49,3 астрономической единице от центра нашей системы. Таким образом, Плутон представляет собой очень далекий и тусклый космический объект. Из-за этого его невозможно увидеть с Земли невооруженным глазом. И даже на снимках, полученных с помощью орбитального телескопа Хаббл, карликовая планета выглядит как мутный коричневый диск, без деталей поверхности. Разумеется, полноценно исследовать небесное тело в таких условиях практически невозможно. Для решения этого вопроса в 2006 году к Плутону была отправлена автоматическая орбитальная станция «Новые горизонты». Она провела в пути долгих 9,5 лет, попутно предоставив нам подробные снимки Юпитера. И лишь в 2015 году исследовательский аппарат наконец достиг главной цели своей миссии. Пролетая мимо Плутона, станция провела около 400 наблюдений, собрав более 6 гигабайт информации. А передача столь крупного массива данных на Землю заняла более года. К сожалению, полностью сфотографировать поверхность карликовой планеты не удалось из-за особой траектории зонда. Дело в том, что «Новые горизонты» не выходил на орбиту вокруг Плутона, а обогнул его, чтобы получить возможность исследовать другие объекты. Прежде чем перейти к деталям рельефа небесного тела, нам необходимо разобраться в его внутреннем строении. Согласно принятой на настоящий момент модели, в центре Плутона расположено массивное ядро диаметром около 1700 километров, состоящее из смеси различных форм водяного льда и каменистых пород. Оно окружено 300-километровой ледяной мантией, в которой, возможно, происходят пока что слабо исследованные тектонические процессы. В свою очередь, мантия покрыта корой, представляющей собой смесь кристаллизированных газов, таких как азот, метан и оксид углерода. Согласно некоторым предположениям, ядро Плутона может выделять достаточно тепла, чтобы растопить часть ледяной мантии. В этом случае глубоко под поверхностью планетоида должен скрываться очень соленый и едкий океан, содержащий большое количество растворенного аммиака. При этом температура поверхности карликовой планеты очень низка и не превышает 60 кельвинов или минус 213 градусов Цельсия. Наше путешествие по Плутону начнется с самой заметной и хорошо изученной детали его рельефа – области Томба. Эта обширная территория расположена в экваториальной зоне планетоида и по форме напоминает схематично нарисованное сердце. Данное сходство легло в основу неофициального названия региона – сердце Плутона. Его размер достигает 2300 километров, из чего следует, что равнина занимает примерно четверть площади всего небесного тела. Поверхность области Томба неоднородна. Так, в ее западной части расположена более гладкая и светлая равнина спутника, диаметр которой составляет 1492 километра. Если обратиться к карте высот, то можно убедиться, что данный регион представляет собой обширную низменность. Она покрыта толстым слоем азотного льда, а также оксидом углерода и метаном в твердой форме. Эти вещества имеют светлую окраску, из-за чего некоторые участки равнины отражают до 90% падающего на них света. Также здесь практически отсутствуют кратеры, а значит, данный регион сформировался совсем недавно по геологическим меркам. Согласно основной гипотезе, равнина спутника появилась на свет примерно 100 миллионов лет назад, когда Плутон испытал столкновение с крупным небесным телом. В результате образовался огромный ударный кратер, который был заполнен быстро замерзшим содержимым гипотетического внутреннего океана Карликовой планеты. Свидетельством этого могут служить некоторые характерные особенности рельефа равнины. Например, на ней в изобилии встречаются гладкие участки поверхности размером от 20 до 30 километров, между которыми сосредоточены холмы и впадины. Подобная структура напоминает конвекционные ячейки, которые появляются в любой подогреваемой снизу жидкости, что может служить косвенным подтверждением гипотезы о теплых недрах Плутона. Область Томба обрамлена относительно высокими хребтами. Так, горы Хиллари, расположенные к западу от равнины спутника, достигают высоты в 3,5 километра, а в южной части сердца вознеслись к небесам горы Тенцинга. Высота некоторых из этих пиков превышает 6 километров над средним уровнем поверхности карликовой планеты, что делает данный массив самой высокой горной грядой Плутона. Примечательно, что эти скалы, по всей вероятности, состоят в основном из водяного льда, который при столь низкой температуре становится сравним по прочности с камнем. Сместившись еще немного южнее, можно заметить глубокую котловину, окруженную массивными многослойными грядами из льда и камня. Предполагается, что она может быть жерлом древнего криовулкана, а порода вокруг – его многочисленными застывшими выбросами. Их химический состав представляет большой интерес для науки, ведь узнав его, можно изучить особенности внутреннего строения Плутона. Восточная часть области Томба имеет более темный цвет. Кроме того, ее поверхность покрыта множеством кратеров, а значит, этот регион существенно старше равнины спутника. Если же двигаться дальше на восток вдоль экватора, то нашим глазам предстанет цепочка темных пятен, диаметр которых составляет сотни километров. Эти объекты называются макулами и получили свое обозначение в честь темных божеств различных культур. Например, один из них носит имя Балрук. Вместе же все они образуют гигантскую структуру под названием Кастет, охватывающую небесное тело по экватору. Макулы разделены высокими горными хребтами, а их поверхность изрезана глубокими расщелинами, достигающими в длину сотен километров. К западу же от области Томба простирается макула Ктулху – самое крупное темное пятно Плутона, протяженность которого составляет почти 3000 километров. Его поверхность отражает не более 30% падающего на нее света, сильно контрастируя с яркой и светлой равниной спутника, находящейся по соседству. Достоверных сведений о том, что же из себя представляют макулы, пока нет. Предполагается, что их темный цвет обусловлен высоким содержанием талинов, что в сочетании со сравнительно большой концентрацией ударных кратеров свидетельствует об их древности. Известно также, что поверхность макулы Ктулху неоднородна. Так, западная ее часть имеет холмистый рельеф, центральная представляет собой гладкую равнину, а восточная покрыта горами и кратерами. Оставив мрачное пятно Ктулху позади, мы отправимся на север. Здесь раскинулась область Лоула – просторная долина, окружающая северный полюс Плутона. Удивительно, но именно это место в настоящий момент является наиболее освещенным участком поверхности небесного тела. Дело в том, что ось собственного вращения Плутона имеет очень большой наклон по отношению к плоскости его орбиты, поэтому в своем движении небесное тело оказалось повернуто к Солнцу с северным полюсом. Предполагается, что именно по этой причине плотность атмосферы Плутона увеличилась за последние 30 лет в три раза, несмотря на растущее расстояние до светила. Вероятно, солнечные лучи испаряют осевший на полюсе азотный лед, пополняя газовую оболочку карликовой планеты. В своем движении по орбите Плутон обладает рядом особенностей по сравнению с планетами Солнечной системы. Кроме того, что его орбита имеет заметный наклон к плоскости эклиптики, сам планетоид постоянно совершает циклические колебания возле определенной точки. Это связано с наличием крупного спутника, гравитационно воздействующего на карликовую планету. Он носит название Харон и имеет массу 1,52 на 10 в 21 степени килограммов, что составляет более 11% массы самого Плутона. Как следствие, оба небесных тела вращаются возле единого центра масс, расположенного между ними. При этом объекты находятся во взаимном приливном захвате и постоянно повернуты друг к другу одной стороной. В отличие от Плутона, поверхность его спутника заметно темнее и демонстрирует обилие водяного льда лишь в некоторых регионах, смешанного с метаном и азотом. Кроме Харона, существует еще несколько спутников, однако все они намного меньше и имеют неправильную форму. Размеры Никты и Гидры, открытых в 2005 году, составляют несколько десятков километров, а обнаруженные позже Кербер и Стикс не превышают в диаметре 16 километров. Все эти небесные тела состоят в основном из водяного льда и, вероятно, были захвачены гравитацией Плутона в поясе Койпера. К сожалению, существенная часть Харона не попала в поле зрения камер зонда «Новые горизонты». Однако на видимой поверхности небесного тела можно обнаружить множество интересных форм рельефа. Например, южнее экватора наблюдается обширный регион под названием Долина Вулкана. Его площадь точно неизвестна. Однако она составляет не менее 400 тысяч квадратных километров, что сравнимо с размером средней европейской страны. Здесь расположена высочайшая вершина Харона – гора Кубрика. Ее диаметр около 40 километров, а высота, по некоторым оценкам, достигает 4000 метров. Кроме того, гора окружена широким кольцевидным рвом глубиной до 2 километров. Согласно некоторым предположениям, гора Кубрика может представлять собой Крио-Вулкан. В этом случае весьма вероятно, что местность вокруг нее опустилась под собственной тяжестью из-за опустошения подземного резервуара. Севернее раскинулась просторная земля Оз, поверхность которой усеяна множеством кратеров. Она отделена от долины вулкана системой гигантских уступов и расщелин, общей высотой около километра. Крупнейшей из них является пропасть безмятежности, длина которой составляет 200 километров, а ширина лежит в пределах от 40 до 50 километров. Глубина же может достигать 7 километров. Причем исследовать ее дно довольно затруднительно из-за густой тени, отбрасываемой крутыми склонами. Еще севернее, у самого полюса, темнеет гигантское пятно Мордора. Его диаметр достигает 475 километров, а происхождение до сих пор служит предметом дискуссий. Господствующая на настоящий момент гипотеза гласит, что азот и метан, утекающие из атмосферы Плутона, улавливались гравитацией Харона и оседали на его полюсах. Под воздействием ультрафиолетового излучения они превращались в талины и постепенно концентрировались во льдах небесного тела. Это предположение нуждается в проверке, которая станет целью будущих миссий. Харон во многом остается загадкой для нас, ведь его исследование только начинается. Несмотря на то, что система Плутона и Харона, без сомнения, является одной из интереснейших структур Солнечной системы, она все еще недостаточно изучена. К сожалению, аппарат «Новые горизонты» давно покинул ее окрестности, а сами небесные тела стремительно удаляются от нас, унося свои тайны. На данный момент исследовательский зонд находится на расстоянии более 50 астрономических единиц от Земли и продолжает присылать нам редкие, но крайне важные сведения. Примерно к 2030 году все его системы окончательно выйдут из строя, и аппарат останется в полном одиночестве посреди холодной космической бездны. Друзья, в последнее время новые ролики на канале выходят не так часто, как нам всем хотелось бы. Их создание требует все больше сил и времени, ведь мы стараемся развиваться и делать максимально качественные и информативные видео. Ваша поддержка – это главное, что помогает каналу двигаться вперед, поэтому оцените нашу работу лайком, и новые познавательные видео не заставят себя ждать. И услышимся.